Неспокойный Северный Кавказ казался таким далеким от нас. Однако нападение России на Украину сильно сократило это расстояние. Отправка кадыровцев воевать на Донбасс, поток возвращающихся в Чечню закрытых гробов, присвоение самому Рамзану Кадырову звания Герой ЛНР. Все это говорит о том, что понимать ситуацию на Российском Кавказе очень важно. И разобраться в ней нам существенно помогла внутренняя документация российских военных и спецслужб, попавшая в распоряжение журналистов реальной газеты. Коротко об источнике. Группа украинских хакеров взломала телефон российского офицера, воевавшего на территории Украины. В нем обнаружили более 2000 фотографий служебных документов с информацией о ситуации на Северном Кавказе. Снимки сделаны с экрана компьютера. Можно предположить, что они предназначались для отправки вышестоящим органам по параллельным каналам. Материала настолько много, что вероятность его подделки практически исключена. Среди этих документов суточные сводки о ситуации в зоне ответственности объединенной группировки войск на Северном Кавказе, отчеты о проведении спецоперации, об обнаруженных тайниках с оружием и прочими припасами, о радиоперехватах. Да-да, группы партизан по-прежнему действуют в горах. Там также содержатся отчеты о изъятии оружия и боеприпасов, о массовых мероприятиях, о задержаниях за публикации в соцсетях и многое другое. Документы охватывают период до апреля 2021 года. Почему это важно? Распространено мнение, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров всесильный и полнобластный хозяин региона. И он чуть ли не держит в кулаке сам Кремль. На это якобы указывают космические дотации Чечни из федерального бюджета. Но после знакомства с этими документами картина меняется радикально. Из них следует, что хозяевами Северного Кавказа являются российские военные и спецслужбы. Они подчиняются Виктору Золотову, директору Росгвардии, входящему в самый ближний круг президента Путина. Войска же, которые входят, как считается, в личную гвардию Рамзана Кадырова, на самом деле часть той самой объединенной группировки войск. То есть, с точки зрения сторонников независимой республики Ичкерия, оккупационных сил. И сейчас на Донбассе они также выступают оккупантами и принимают участие в карательных операциях. Даже таких, как обстрел мечети в Северодонецке, Луганской области. Из полученных документов видно, что российские власти вынуждены держать серьезную группировку войск на Северном Кавказе. Ослабление этой группировки грозит тем, что Кавказ может и полыхнуть. Давайте почитаем обнаруженные документы. Их текст красноречиво описывает взрывоопасную ситуацию в Кавказском регионе. Вот, например, что пишут в докладе от 8 апреля прошлого года. Вероятно, активизация деятельности инициативных групп по организации несанкционированных митингов и сходов граждан на фоне нерешенных социально-бытовых вопросов, недовольства работой органов власти. В качестве возможных мест проведения протестов называются ряд городов и районов Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Алании и Карачаево-Черкесской республики. А вот другой отчет. 3 декабря 2020 года. В Кабардино-Балкарии по подозрению в покушении на территориальную целостность Российской Федерации задержан местный житель, у которого обнаружена экстремистская литература. Еще через неделю сообщили, что в Ингушетии состоялся одиночный пикет с лозунгом «Свободу старейшинам! Свободу патриотам!». Апрель 2021. Установлен житель поселка Винсовхозный Хасавюртовского района Республики Дагестан, разместивший на своей странице в социальной сети текстовый материал в виде комментариев с призывами к экстремистской деятельности. Примерно в то же время заместитель редактора дагестанского издания «Черновик» организовал серию одиночных пикетов в защиту журналиста, которого обвиняли в организации террористической деятельности. Пикеты прошли под лозунгами «Прекратите аресты без доказательств!». А журналист к этому времени почти год находился под арестом. 9 апреля 2021 года. Житель Чеченской Республики в соцсети «Одноклассники» в публичном доступе разместил экстремистский материал, а именно песню Тимура Муцураева под названием «Они ушли». Протестные акции на Северном Кавказе носят не только мирный характер. Российские спецслужбы старательно пытаются обнаруживать попытки вооруженного сопротивления. Так они ежедневно ведут мониторинг радиоэфира. Часто перехваты относят к непредставляющим интерес. Но из документов следует, что 1 декабря 2020 года разведчикам повезло. Они перехватили в КВ и УКВ диапазонах 309 фрагментов радиограмм, определили 12 мест, откуда велись передачи. Одна радиограмма вызвала интерес у спецслужб. Из другого отчета следует, что через 10 дней был совершен двойной теракт у здания райотдела ФСБ в Карачаево-Черкесии. Сначала дистанционный подрыв взрывного устройства, а затем мужчина совершил самоподрыв. Отчеты свидетельствуют, что на Кавказе спрятано много оружия. Только за 8 и 9 апреля 2021 года в горах были обнаружены два тайника. Оружие там хранилось около пяти лет. В докладной говорится, что один из тайников расположен недалеко от блиндажей и стоянки боевиков, оборудованных 3-4 года назад. О повышенном уровне террористической угрозы российские силовики предупреждали 10 апреля 2021 года. Отмечалось, что опасность грозит блокпостам, пунктам дислокации подразделений силовых ведомств, малочисленным нарядам, одиночным сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим. Из документов можно получить представление о количестве военных, полицейских, спецназа, Росгвардии и прочих силовиков, которых держат на Северном Кавказе в постоянной боевой готовности. В объединенной группировке войск составляются такие разнарядки, как, например, на 28 ноября 2020 года. Здесь описаны запланированные действия поисковых групп, групп прикрытия, устройства засады, установка блокпостов и перемещения патрулей. Не все аббревиатуры будут понятны рядовому читателю, но даже без этого понимания ясен масштаб ежедневных задач, которые ставит командование перед группировкой. Из другого документа видно, что более 800 человек спецназа находились в резерве 30 ноября 2020 года на случай резкого изменения обстановки. Это число изо дня в день не сильно менялось. Так, 4 апреля 2021 года у МВД было 600 человек спецназа в резерве. Сегодня в российских новостях тему Кавказа затмила так называемая специальная военная операция на территории Украины. Однако реалии никуда не делись. Кремлевским властям по-прежнему приходится держать в Кавказских республиках значительную группировку войск, чтобы не сорвало крышку на этом бурлящем котле. Кроме того, эти документы свидетельствуют, что борьба с российским присутствием на Северном Кавказе продолжилась, в том числе вооруженная. В этом свете массовое использование в войне с Украиной солдат-срочников и контрактников из Северокавказских республик выглядит как сознательное уничтожение потенциальных участников протестного движения и борьбы за независимость. И остается открытым вопрос, а не ошибутся ли кремлевские стратегии в расчете собственных сил на Северном Кавказе? Как они переоценили себя, планируя захватить Киев за три дня? Обязательно подписывайтесь на наш канал, здесь мы говорим о том, что происходит на самом деле. С вами был Андрей Дегтяренко. Увидимся.